Всем салам, всем привет, всем хэлло. В Тольятти нас встречает пасмурной погодой. И сразу первое, лайфхак номер три, наверное, уже. Приезжая на соревнования, точнее, собираясь на соревнования, в первую очередь берите паспорт и деньги. Мы все 10 лет, наверное, сколько я занимаюсь тренерской деятельностью, говорим детям об этом. И каждый раз у нас кто-то да что-то забудет. В этот раз это Сундуков Максим, герой этого эпизода. Забыл паспорт. Такие дела. Сейчас мы идем на взвешивание, и я так понял, единственный, кто у нас неуверенно входит в свою категорию, это Настюха. Настюха, сколько у тебя запасов? Ноль. Я надеюсь, что я влезу, потому что 30 октября был наш праздник, день тренера, и мои любимые спортсмены подарили мне много вкусняшек. Мои спортсмены мне тоже много чего подарили. Его спортсмены тоже много чего подарили. Мы это тоже съели, очень было вкусно, спасибо. Надеемся, что ты не станешь новым участником шоу. Весь огонь. Я думаю, что стану. Я не ела ничего. Но ты не ела? Со вчерашнего вечера. Да, ладно. Я не пойму, а почему, когда я тогда забыл паспорт, и просто не нашел его в сумке, ко мне куча внимания была, когда ваш ученик забывает паспорт в Саратове, и им вообще ноль внимания. Ну-ка, исправьте ситуацию, пожалуйста. Я уже сказал об этом. Сказал, да? Мои любимые подписчики, все мои 1038 человек. Знаешь что, да? Да, они уже знают, что Максим лошара. Лошара. Нормально все будет. Скажи, меня и так все знают. Я и так все знают. Билборд форвард. Мне кажется, пора обновлять. Новая модель. В общем, взвесились. Вес огонщиков не обнаружено. Ну, правда, у нас еще есть попытка обнаружить везо гонщиков завтра. У нас младший состав приезжает завтра и будет взвешиваться завтра. Поэтому окончательно точку в этом вопросе мы не ставим, но в целом хорошо. Влад, как взвешиваем? Замечательно. Весы правильные там? Да, ну да, я думаю, да, правильно. Я считаю, нет. Мало, Макс показывает? Много? Много? Да нет, нормально. Самый раз. Давайте опять я вставку сделаю. Ну, как это, кто хочет стать миллионером, угадайте вес Владислава. Проводишь с ними беседы, проводишь. С прошлого влога прошел почти месяц. Ну, сколько? Три недели, да, прошло? Стало еще холоднее, а он еще сильнее разделся. Это три кофты. Три. Давайте скинемся ему на куртку. Да ничего мне не надо. Купил Кирочке подарок. На соревнованиях приехали большой командой, но на сами соревнования я иду один. А все потому, что ребята еще не позавтракали. Сейчас они позавтракают, соберутся и приедут. А я бы пораньше приехал, потому что с первого у нас начинает категория Зиновьего Артема. Я приехал размяться, подготовить его. Даже ценой завтрака пришлось пожертвовать. Хоть голодным, но быть рядом. Девочки пришли в столовую завтракать. Алиса мешает чай. Куртку она не снимает, потому что ей все время холодно. Светлана смотрит, что-то у нее там с петербродом не так. Ничего, я тебя на петербродик решила съесть на утро. А мама говорит, что она не ест. Вот, смотрите, как она ест. Она два, а одним разом хочет съесть. А, два? А, два. Нет, Светка не наедет, ей мало. Я карусаны еще разала. О, еще и карусаны. А я вот скромно, видите? Ну, еб... Организаторы, учитесь. Это первая разминочная зона. К слову, татами не разваливается. Как на многих соревнованиях, татами, если и есть, оно разваливается. Вот, вот, первая разминка. Ром. Я подписана УКФ. Спасибо. И вот вторая разминочная. Предсоревновательная. Это уже достойно всероссийского турнира. Тут, кстати, еще есть третья разминка. Это зона ожидания перед татами. Но есть огромный минус от трех разминок. Это то, что спортсмену очень легко потерять. Это очень сложно найти. Сейчас Артему ходил и сказал минут 10. На двух татами построение категории Артема Зиновьева. 48 человек. И наш красавчик. Вот он, хороший, маленький, добрый. Хотя взгляд очень злой. А вот еще один охотник за контентом. Все вы его знаете. У меня с Артемом есть небольшая проблема, то, что в своей категории он на голову ниже всех. И мы, ну, такая для нас загадка, как выигрывать с тех, кто на голову выше. У нас есть хороший представитель в России, Массеров Радмир, который всегда в России был в топе. И на первости мира вторым, и на Европе третьим. Вот он даст вам три совета, как работать в категории, когда ты ниже своих соперников. Ну, первое, это хороший ход на ногах, чтобы ты успевал сокращать быструю дистанцию. Второе, это немаловажно масса. То есть надо покушиться? Ну да, мышечная масса обязательно нужна. Если ты не жилистый высокий спортсмен, то ты хотя бы должен быть таким маленьким пропушком, который может и в морковую технику очень хорошо зайти, и в клинч поработать. Потому что для нас, спортсменов высокого роста, нужна все равно ближняя дистанция. На дальнем мы не сможем работать. Ну и очень хорошая реакция нужна. Это очень важно. Артем, вот ты мне не веришь, я тебе каждую тренировку, когда ты мне не веришь, поверь хотя бы призеру первенства мира и первенства Европы. Спасибо, Игорь. У меня, как вот мой видеоблог ведется я, вот Сантолич помогает снимать, ну и Скандер, братишка, потянулся, тоже помогает. Вот Уссурис, смотрите, какая команда. Оператор, оператор, фотограф. Вот эта команда. Смогу приятно не пропускать? В голове сначала задумывай, что такое, я хочу встретить, делай все для этого. Согласен. Если меня попросят показать что-то самое грустное, я покажу вот это. Сергеев Иван, Московская область, бета Соковаленко, монтаж. Шаги от медали. Шаги от медали. Шаги от медали. Зиновьев мой пульс поднял до 80 сундуков Вот верхний предел второго поединка Сейчас нормально успокоились уже Я уже говорил как в своих логах, если у вас есть хороший тяж, нужен еще один хороший тяж А все потому что вот так пустой О, смотрите, аккуратно сейчас Вообще, в принципе, утюжей нет понятия аккуратно Вот так вот Устал? Нет Покажи, взрыв покажи, взрыв Давай, один О, нормально прилетел Вот поэтому надо еще иметь одного тяжа Возьмите! 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 Готовьтесь! Возьмите! 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 Умница! Возьмите! я я меня только начали показывать ну что друзья вы в очередной раз увидели последнее видео свидетельствует то что санек всегда работает до конца я вот сидать этим говорю то что нужно работать пока ну ли не сгорятся на табло какой бы счет не был любой счет нужно отыграть сейчас просим санька что о чем он думает когда он проигрывает и пытается отыграться что происходит его голове зайди за рекомендовался последний год как мистер камбэк и скажи мне что ты думаешь когда ты проигрываешь о чем ты думаешь я думаю только что капец хорошо мы тебя поздравляем но александр у тренера ты нервы не железные до тренера убить уберечь да надо ну я постараюсь надо сейчас выйти в город и чуть-чуть худнуть и с новыми силами удачи спасибо а это два наших солнышко а это наш солнышко которая никогда не сдается и результат у нее улучшается уже вторые всероссийские соревнования с медалью цвет скажи мне что нужно чтобы стать чемпионкой я думаю нужна поддержка в первую очередь и тренировки и процессы а поддержка от кого нужна в первую очередь от родителей и вообще товарища тренера чем же заняться во время награждения маша китайская сегодня не собирает кубик рубик зато деваева летает и все актера почему не дают грамоту тренеру подготовить могли бы уже как два часа дома быть а ребята кто с вами бился на полпути и домой но сундукову команды подавали умница молот на площадке номер 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 16 16 16 16 20 выиграл досрочно кроме финального. Молодец! Батвуд Елисей, передаем тебе большой привет! Елисей! Еще в прошлом влоге я сделал такую оплошность, сказал то, что Кузнецов Николай завершил свою карьеру, а сегодня он вышел на татами. Николай, что вас побудило выйти сегодня на татами и бороться за первое место? Стимул. Стимул зимней резины. Хотел победить. Сегодня 18 старших, всех награждали в КАТ в КМТ. Николай ездит без зимней резины, а в Саратове уже снег местами, поэтому хотел победить. С ломовыми и отвагой. А за третье место кто тебя победил, скажи мне? За третье место? Да и не только за третье место. Сначала победил наш спортсмен Макеев Иван, со второго пришел финал, а потом еще не обыграл стоял партен. Но это же хорошо, когда ученики припаскуют своего учителя, умеют, скажи, что это прям просто. И мы надеемся, что они поспорят от шло и поделятся с тобой хотя бы пол колеса. Подписывайтесь на влог, и пусть все четко делать сейшим. Время полдесятого. Ну кто же еще может биться? Понятно? Катисты! Катисты! Также я передаю большой привет своему любимому спортсмену, который меня мотивировал на протяжении двух последних лет. Это Хауст у Савелий. Привет! Мы бились в финале, кстати, с твоей командой. Очень хорошая команда, очень хороший тренер. Поэтому, Савелий, мы очень хотели с тобой сегодня встретиться, но, к сожалению, не только что. И мы переходим в день рождения. А это наша самая счастливая команда, которая нас собирает. И как показывает право, все нормально. А это Айсат. Айсат сегодня довел поединок за тройку на Андея. А как вы все помните, как Андея доводить нельзя. Как бы явно вы не вели бой. И вот на такой позитивной ноте заканчиваются сегодняшние соревнования. Организаторы позаботились о всех тренерах и судьях. Вкусный ужин предоставили. Ну что, день номер два. Сегодня у нас бьются 10-11 и 12-13 мальчишки. И, к сожалению, за травму полученной на последней тренировке не смог приехать Жумакаев Матвей. Мы передаем ему большой привет. Скорейшего выздоровления. Ну и наша разгильдяйка Харлана Виктория тоже заболела. И, к сожалению, она пропускает уже три турнира подряд. То по состоянию здоровья, то по каким-то таким другим причинам. Тем не менее, ей не удается съездить с нами на соревнованиях. Посмотрим, что смогут ли наши ребята. Нас бьются и в личках команды. Поэтому шансы медали у нас есть. Сегодня мое утро началось также на соревнованиях. Но сегодня в мою поддержку Денис Анатольевич тоже голодает. Как и вся команда здесь без завтрака. И в связи с этим мне хочется передать еще привет. Вчера передавали Хауслу Савелью. А теперь хочется передать привет его маме и ее замечательным блинчикам. Светлана, здравствуйте. Мы очень скучаем. Второй день начинает. Амелина Варвара. Боевой настрой. Это Кубок Дружбы. Дети. Вот это конкуренция. Вик. 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 Передай привет маме. Хорошо, улица. Сбичков, Алексей. Хорошего начала. Молодец, Вик. Молодец, молодец. У нас есть проблема. Я говорил, что с пациентами, которые уезжают на соревнования, должны иметь два цвета экипировки. Сейчас нашей маленькой девочке надо дойти маленькие футы щитки. Найдем. Молодец, Вика. С первым боем тебя. Ты молодец. Отлично. Молодец. Мы победили. Идет администрация командного пульса. Отлично. Вот такой пульс мы видим после поединка Деваева и Виктории. Вот Максим. Вот он, по ходу, еще поднимается. Как же хорошо начинает день. Позитивный нойтис, победы. Третье место, Вика Умичка. Наша следующая надежда на медаль. Минус 2-2. Заключительное соревнование в категории 10-11 лет. И, конечно, займет какое место? Первое. Перекус тренера карательства. Хот-дог. Говорят, что эти хот-доги настолько легендарные, что многие сюда приезжают на хоккей. Только ради этих хот-догов. Попробуем. Есть у нас в России мистер Камбек. Это Александра Пшеница. Она есть мистер Хантей. Это Шкуров Матвей. Из 5 боев 3 выиграл по Хантею. Матвей, мы тебя, конечно, поздравляем. Ты знаешь, что до Хантеды водить нельзя? Да? Поздравляемся. И че, как дела? Так. Переменном успехе. Ты смотри. Опять президиум. Опять президиум. Опять президиум. Опять президиум. Смотри, никого нет. Ахмедов Кахтимар, подавитель на 100. Есть у меня один спортсмен. Невероятно техничный, скоростной. Даже, возможно, где-то духовитый. Но в ситуациях соревновательных у него полностью отключается мозг. И он ничего не может показать. Ничего из того, что умеет. Это уже продолжается на протяжении полугода. Это значит, что это переходный период в новую категорию. Очень тяжело ему дается этот период. То есть, вот он продолжит работать. И начнет слушать то, что ему говорят. Тогда вот будет скачок. А пока что мы довольствуемся поражением в первом поединке. Он очень хорошо, красиво избил все вокруг своего соперника. Но к нему ни разу не попал. А его соперник просто ничего особенного не сделал. Не очень быстро. Но просто два выпада хорошие. И все. Поэтому мы проигрываем в первом бою. Я даже не ставлю на то, что он выйдет в финал. Поэтому ждем у команды. Не захотел в минус сорок. Медаль забирать придется. Забирать в абсолютке в команде. Вот это разница в команду. Минус сорок двое. Здоровяки. Посмотрим, что выявит. Характер или рост. Вот самое мое нелюбимое зрелище. Бои идут. Уже сборы какие-то. Неприкольные. Мне не нравится. Аркадий, скажи, какое самое главное качество должно быть у куратиста? Одно. Самое главное. Выносливость. Выносливость? Да. А я думал, характер. Кого-то. Саратовская область. Победитель общекомандного зачета. Второй – Калмыкия. Третий – наши друзья татары. 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 Традиционная наша фотография. Как назвала Настя, вот эту часть нашей команды. Я вам говорить не буду, а то у нее хейтеры уже появятся. Алисандович называет их. Просто сегодня не повезло. Ведь все мы знаем, что если хорошо и усердно трудиться, результат обязательно будет. Мы вызываем. Не повезло, как всегда. Эй, не ругайте, а то у вас хейтер боятся. Или только мы. Мы их не боимся. а вы думали закончилась нет я вот хотел передать своему другу любимого андрея списан привет в каким контексте хотел передать их таскать то что следующий турниру большого карате это в питере состоится мы туда к сожалению не поедем то что мы у нас там наш братишка будет андрей списан бомбить его только хотел рассказать мне передали привет привет и вот такого замечательный подарок спасибо брат люблю тебя как ты говоришь обнял слова заплакал вернул поставил обратно еще кимонок какое-какое золотое все мы покушали сейчас отправляемся домой до свидания валерия игорева отправляемся домой и вас и спас из видео ждет только любимая рубрика вики михайловы это кто встречает тренера дома а еще что хотел сказать спасибо что смотрели видео до конца не забудьте поставить лайк а то вы часто жмётесь на это напишите комментарии что касается комментария а я решил провести конкурс и разыграть что вы любите больше всего конечно же деньги любите выигрывать мне недавно минула отметка 1000 подписчиков на канале я хотел бы разыграть в 1000 рублей за самый креативный комментарий к этому видео мы потом свяжемся и передадим вам лично 1000 рублей поэтому давайте ребят соревнуйтесь мы поехали домой всем здорово я дома делайте ваши ставки пока я открываю дверь кто встретит жена дочка кошка никто 3 2 2 царами попрощаюсь увидимся в москве москве пока